Дима Петрушенко и Костя Разводовский – создатели «Безопасного перекрёстка». На воплощение полезной задумки у ребят ушёл целый месяц. Всё это время юные техники проектировали, программировали и собирали. Использовали древесину, пластик, печатную продукцию и 3D-принтер. Программирование сейчас, как и робототехника, в целом очень полезное во всех направлениях, потому что компьютеры появляются абсолютно на всех профессиях. И везде нужно знать хоть что-то о программировании, о том, как работает всё механическое. Идея стала победителем областного тура республиканского инновационного проекта. Её суть проста – на дорогах существуют участки с повышенной опасностью. Один из таких вариантов – закрытый для обзора выезд со двора или перекрёсток, где может произойти авария. Умная система способна определить местоположение автомобиля или пешехода и дать сигнал «Будь внимателен». Мы, в свою очередь, поддерживаем Центр образования, потому что безопасность дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма стоит на одной из лидирующих позиций во всём мире. Потому что очень часто под колёсами гибнут дети и получают различного рода увечья. Робототехнику в Центре ДОП образования детей и молодёжи изучают около ста ребят. Написать программу, сконструировать механизм и заставить его двигаться – для них вполне выполнимая задача. Здесь дети учатся логически мыслить и принимать нестандартные решения в помощь математика и физика. Так называемая плата Ардуино – одна из основных деталей на занятиях по робототехнике. В неё встраивается специальный код. По заданному алгоритму можно создать бесконечное количество уникальных гаджетов. В этот раз участники заявили свои проекты в десяти номинациях республиканского конкурса. Разработки велись в сфере энергетики, промышленных и строительных технологиях, здравоохранении и экологии. Заключительный этап «Ста идей для Беларуси», где представить безопасный перекрёсток, пройдёт уже в феврале. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.